О том, как изначально выглядела эта часть центральной набережной Сочи, судя по опросам, одни горожане и гости курорта уже не помнят, а многие даже и не знают. Но редкие кадры кинохроники говорят сами за себя. Это был исключительный пляж. Зона отдыха без заборов, кафе, клубов и аквапарка. Ситуация здесь изменилась в лихие 90-е, когда деньги решали почти все. В мэрии продолжают исправлять ошибки прошлых властей. Постановление главы курорта Анатолия Пахомова – снести строение в прибрежной зоне. Горожане такую инициативу оценили. Это правильное решение – освободить прибрежную зону от всяких коммерческих палаток, ларьков, аттракционов. Потому что для этого есть парк в городе Сочи, очень большой, хороший и красивый, где можно отдыхать. А на море люди должны ходить гулять и дышать морским воздухом. И чем больше будет свободного пространства для этого, тем, думаю, будет лучше для всех. Баннеры с обращением к собственникам снести свои объекты на пляже «Маяк» появились 15 марта. Но уже на следующий день они исчезли. Глава курорта потребовал выяснить, кто к этому причастен. И подчеркнул, что независимо от того, будут висеть информационные плакаты или нет, если через месяц владельцы кафе, клубов, магазинов и аквапарка не освободят территорию, их строения, по московскому примеру, будут снесены принудительно. Такая же судьба ждет еще целый ряд объектов. Распоряжение включает в себя 82 объекта. 35 объектов на Приморской набережной, лодочные ангары, 43 объекта в Хостинском районе, объект незавершенного строительства Политехническое в Центральном районе, а также 4 ряда торговых павильонов в Адлерском районе. В Адлере помимо сноса незаконных объектов будут продлевать набережную. Точнее соединят два пляжа Чайка и Огонек. В свое время единую прогулочную зону разорвал санаторий Южное Взморье. На данный момент переговоры завершены. Символический торжественный демонтаж последнего участка забора намечен на 10 апреля. От темы благоустройства пляжных зон на совещании перешли к вопросу работы муниципальной компании «Сочи Теплоэнерго». Проверка контрольно-счетной палаты показала, в работе этого коммунального предприятия есть недочеты, которые требуют кадровых изменений. Есть в Сочи Теплоэнерго? Здесь у нас директор? Сегодня, чтобы был уволен ваш зам по коммерческой работе, вам сказали уже об этом? Я дал поручение департаменту ЖКХ, туда пойдет работать со спецавтохозяйством Ломакин. И Ломакин нам даст полную информацию о том, что они там вытворяли. Могу сказать, что наше контрольное управление говорит о том, что вне лимита 400 человек. Это то, что наши 400 человек работало. Или работали, либо нет. Разберемся. Это не говорит о том, что мы его уволили и не будем уголовно преследовать. На совещании также стало известно, что администрации Адлерского района в отношении ряда застройщиков готовятся материалы в прокуратуру. Глава города подчеркнул, к проблеме незаконного строительства на курорте сегодня приковано внимание как общественности, так и всех контролирующих структур. И власти приложат все усилия, чтобы у застройщиков не осталось ни одного шанса построить и тем более легализовать свои незаконные строения. Инга Габешия, телекомпания ФКТ.